МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. По жизни стараюсь идти с девизом «Живи сегодняшним днём», но на передачу пришёл, чтобы найти себе невесту на всю жизнь. В этом мне помогут мои друзья Алексей и Александр. Проходите. Александр, 36 лет. Неоднократно прощал свои возлюбленные интриги на стороне, но когда сам стал объектом её ревности, принял решение прекратить отношения. Александр по образованию хирург, работает массажистом, гордится тем, что встаёт в берёзку и отжимается на трёх пальцах. Мечтает познакомиться с Адрианой Челентано. Признаётся, что излишне сентиментален. Предупреждает, что очень много говорит. Александр избегает близкого общения с баскетболистками и девушками на каблуках. Особое внимание во внешности избранницы уделяет ягодицам. Женится на стройной девушке с формами, которая умеет не только говорить, но и слушать. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы снова вам рады. Спасибо. Я была абсолютно уверена, что вы придёте к нам в качестве жениха. Александр, вы себе представить не можете, что творилось после той передачи, где вы были одним из претендентов. Студию завалили буквально письмами, звонками, поэтому... Столько звонков я никогда не получал в жизни, даже на свой день рождения. А сами знаете ответ, почему? Вот что в вас такое могло зацепить женщин? Потому что писали из Израиля, из Америки, из Италии. Они все напрашивались хотя бы по скайпу с вами пообщаться, умоляли редакторов, но мы просто в рамках программы это невозможно сделать. Ну, вы знаете, мне кажется, может быть, и... Ну, я, конечно, сам по себе, наверное, такой, видимо. Ну, и, возможно, ещё и потому, что на фоне, скорее всего, других претендентов как-то, может быть, я выделился. Но он такой уверенный в себе. Да. Он знает себя цену. Для тех, кто всё-таки передачи нашу не видел, напомним вашу историю. У вас была любовь? История проста, да, история проста, в общем-то, до банальности. Была любовь. Как выяснилось, может быть, на сегодняшний день, в общем-то, самая такая сильная, яркая любовь. Может быть, не такая продолжительная, как могло показаться в начале. И в какой-то прекрасный день я просто уличил в измене эту любовь. У меня тоже ситуация, что мне изменили, меня с ним похоже. Как поняли, что она вам всё-таки наставила врагов-то? Просто банально, в общем, взял её телефон сотовый и увидел соответствующего характера, наверное, сообщения. Естественно, не от меня, а от других мужчин. От других мужчин? Да, от других мужчин. Некрасиво залазить в телефон своего партнёра. Я считаю, что у каждого должен быть своё пространство какое-то личное, и не надо его нарушать. Получилось так, что отношения были разорваны по моей инициативе. Но я этим, безусловно, не кичусь, не хвастаюсь, поскольку... Но я не считаю себя тем мужчиной, который, наверное, мог бы идти на такие шаги. Александр, а потом не пытались ей простить, вернуть её? Или она вас не пыталась, нет? Получилось так, что она попыталась вернуть и... И вернула. И как бы мы случайно вроде как и встретились. Случайно. Ну, в том месте, где мы и познакомились когда-то. А где вы познакомились? Банально в клубе. По нему видно, да, то, что он такой прям тусовщик. Где себе можно показать, туда и ходит. И закрутилась по новой? И как-то закрутилась с большим энтузиазмом с её стороны. И вот однажды вы едете с ней в машине, а вам звонит ваша коллега по работе, да? Ну, да. Или не коллега? И, может быть, нужен был повод? Нет. Там, в общем-то, абсолютно дружеские отношения были с той, кто мне звонила. И, может быть, ей нужен был повод. Может быть, нет. Нет, она просто задала вам рационный вопрос. Кто это, Саша? У нас ведь вроде с тобой всё хорошо. Ну... А вы, говорит, а тебе-то что? У тебя у самой в пушку всё. Ну, и вот так. И получилось, что просто я развернулся и... Ну, это тоже не конец истории. Вы ещё для чего-то зарегистрировались в сетях под вымышленным женским именем? Наверное, хотелось просто вывести её на чистую воду, скажем так. Что хотели услышать? Что она... Да, вы с ней подружились в сетях? Что... Ну, да, естественно. И что, да, у неё на тот момент, когда мы с ней встречались, были, возможно, отношения на стороне. Угу. И вот вы об этом узнали? Узнал. Хорошо. А если бы она в сетях вдруг говорила, вот, Александр, такой он прекрасный, а я дура, что ему изменяла, и Петя хуже, и Василий Степанович хуже, а Сашечка мой... Вам было бы легче? Не могу сказать, потому что... Я знаю, Александр, хочу выяснить для себя, вы не единственный, кто под вымышленным именем регистрируется, чтобы что-то про себя такое узнать. Зачем? Пощекотать себе нервы? Нет, просто убедиться до конца, надо мне это или нет. Убедился? Убедился. Всё, закрыто навсегда дверь в эти отношения? Да? Угу. Хорошо. Александр, многих интересует, почему вы вдруг такую прекрасную, престижную, элитную профессию, редкую, на которой столько лет учились, хирург поменяли на профессию массажист? В том момент, когда я учился, когда я заканчивал институт, мне было тяжело пробиться в ту область, которую я хотел. Я хотел попасть в урологию. Хирургического направления, то есть не терапевтом, а хирургом. Было очень тяжело, без блата, без как бы денег. Угу. И ещё учащийся в интернатуре по хирургии, ещё в профиле, я занялся массажем, окончил курсы, соответствующие. Не жалко? Нет. Шести лет? Мне все эти знания, они по сей день, там или где-то, ну, они, в его случае, пригодились. Это как мне преподавать в школе детям урок театрального искусства, я не знаю, если есть такое или нет. Драм-кружок, понимаете? Странно, у него образование хирурга, почему он не пошёл, там, не знаю, пластическую хирургу, я не знаю, там, более серьёзную, да, пошёл массажистом. Ну, мне честно, как-то, я вас вижу в этой шапочке хирургической. Если бы страна потеряла во мне стоящего, действительно, хирурга, может быть, возможно, но... Да. Хорошо, Александр, вы армянин. Да. Мама не будет против русской невестки? Абсолютно, и папа даже не будет. В любом случае, мои дети будут носить мою фамилию. Смотри, какая он, с охмылкой, с такой. Ну, такой, да, внешний вид у него более-менее такой, брутальный, да? Вот брутальный, да. Ну, твой типаж, что ты как раз любишь. Брутальный мне нравится, просто вот его жизненная позиция меня настораживает. А массаж, это как, прибыльное делать-то? Ну, суть по тому, как одеты, видно, неплохо зарабатывается. Ну, скажем так, на данный момент хватает мне и ещё чуть лишка, да, когда будет семья, ну, значит, надо будет больше работать просто наше. Александр, какие профессиональные болезни у массажистов? Артриты, межфаланговых суставов. Спина в меньшей степени, больше, конечно, руки. Сейчас вам 36 лет. Да. Сколько ещё будете вот так крячать над массажным столом? Я думаю, долго я всё-таки поддерживаю себя в физической форме. Хорошо, а в перспективе, может быть, хотите открыть что-то? Возможно, я думал об этом. Я бы хотела открыть в будущем, мне кажется, уже до 36, но уже пора бы было что-нибудь открыть. Нет, я просто не понимаю, почему в 36 лет нет у него семьи. Может, нам жену богатую найти? Быстрее откроем. Он что, институт? Причём десерт-то? Сама мы всё-таки тоже с программой в программой говорим, что жена должна помочь, поддержать, направить. Помочь, но зачем же богатую? Да ну как-то всего-то гордостью, ну зачем? Ну да, вы знаете. Человек, который сам себе в этой жизни своим собственным предназначен. Она же любя будет это, она будет его любить, а чего? Да ну, любить любить, нет, нет, да и попривнёт. Да пусть любит, господи. Нет, просто рост, вопрос, что первично. Я так понимаю, что просто, ну не это должно быть первично. Нет, нет, ну может быть. Давай лучше поговори про попки. Вот нравится. А я-то, кстати, вот хотела задать этот вопрос, да, почему именно эта часть тела? Ну всё. Почему именно холка? Он тебя выберет. Он тебя на дома выберет. Ну, конечно, многие могут подумать, что это будет говорить о том, что как бы девушка держит себя в форме, но это не так. Многие заблуждаются в этом. Нет, я скажу, я объясню почему. То, что я имею в виду, да, вот, это изгиб, соответствующий, вы понимаете. Это даётся природой. Здесь можно сколько угодно ходить в тренажёрный зал, сколько угодно делать соответствующих обёртываний. И это будет кратковременный эффект. Это как нос, либо есть, либо это... Да, и это за счёт изгиба позвоночника. Либо это дано природой, либо это не дано природой. Да, это значит, она будет плодовита рожать детей. Это естественно. Ну, конечно, ширина бедра, конечно, важна. Крутой, а потом, как сказала моя соседка армянка, она говорит, женщина без попы, как клумба без цветов. У них по фигуре задняя часть тела, она выдающаяся. Как будем проверять-то? Так это же сразу заметно. Ага. Да. Ну, достаточно просто посмотреть в профиль на неё. Всё, понял. Ладно. Учто. Учто. Александр, ну, а помимо чего бы ещё хотелось в своей избраннице? Ну, помимо, безусловно, она должна разговаривать, естественно. Я, естественно, сам болтливый. У меня, скажем так, и болезнь хроническая, словесный понос называется, да? Но мне и послушать тоже хочется. Я тоже болтливая. Вот у меня красный рот не закрывается. Василиса, веришь, что Александр действительно теперь хочет жениться в 36 лет? Ну, такой красавец, ну, такой мужчина. Мне кажется, у вас должны... Ну, не оставаться же мне одному. Если Александр увлечётся, а это происходит обычно мгновенно, вот он сразу поймёт, его женщина или него, он будет готов. А клиентки ваши, вот там-то уже даже можно и не смотреть в профиль. Там легла и всё сразу видно. И всё понятно. А? Никогда не пробовали или на работе? Нет, нет, нет. Я такие вещи не практикую. Абсолютно нет. То есть, будучи избранницей, не нужно будет ставить саму стою? Или я, или твоя работа? Конечно, нет. Я вообще по жизни однолюб. Если у меня кто-то есть, мне... А я бы поставила. Я даже лёгкий флирт не позволяю себе. Анюта, он будет делать массажи клиенткам. Понимаешь? Ты-то не будешь ревновать к ним? Ну... Если, Анюта, эта финансовая будет на себя ищать, то... Нет, ну всё равно, на самом деле... Да ладно тебе, не всё равно? Ну, не знаю. Ну, это его работа, а что ты хотела? У меня нет разногласий с теми женщинами, которые завалили останки на письмами. Вы мне тоже нравитесь. У вас есть необыкновенная мужская притягательность, есть покой. Вам как-то веришь? Потом, вы труженик. Вы образованный человек. И даже то, что вы не хотите рядом с тобой женщину, более обеспеченную, чем вы, это тоже говорит о том, что хотите всё своим трудом, своей жизни. Вы нагулялись, как я понимаю, вас уже не интересует эта клубно-развлекательная сторона. А что это вы так ухмыляетесь, а, Александра, подруга? Нет, я улыбаюсь, подтверждаю ваши слова. Да? Да, абсолютно. А вы с какой стороны подруга-то? Мы пересекаемся на спортивных мероприятиях с ним. Вот, он, поскольку является частым болельщиком, сам занимается спортом, поэтому мы с ним знакомы. Александр, что для вас, вот, самый страшный кошмар или самый страшный сон, чего вы в жизни боитесь больше всего? Может быть, что-то не успеть или каких-то, не знаю, трудностей? Какие у вас страхи? Ну, наверное, отвечу банально. Просто боязнь не проснуться, учитывая то, что я стараюсь, вот повторюсь, жить сегодняшним днём. Конечно, я смотрю в будущее, но не так глобально. Наверное, это основной страх. Прям такой серьёзный, да? Да, серьёзный такой, достаточно. Вам очень хорошо подошли бы девушки, которые родились в каждом месяце с 13 по 17 число. Запомните, вот есть люди, которые, рождаясь в определённые даты, попадают в круг, с которым нам легче общаться, которые легче нас воспринимают. И особенно, если это девушки, которые родились с 13 по 17 таких месяцев, апреля, августа и декабря. Я с 17 числа родилась. Да? Да. Я 15. Только в декабре. Вам нужна действительно эмоциональная особа, которая будет вас держать за душу, но не за горло. Вот это очень важно. Да, и ещё выбирайте с хорошим здоровьем. Сейчас прозвучит это жёстко, но смотрите, чтобы женщина была с хорошим здоровьем. Почему? Для вас это важно. Почему? Как это объяснить? Потому что у него в гороскопе есть знаки того, что супруга может серьёзно болеть. Лучше сразу брать здоровую. Спасибо. То есть справку надо попросить, да? Нет, нужно просто присматривать. Советовали обратить внимание на меня. Я родилась 13 сентября когда-то. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас есть Александр. Встречайте первую невесту. Удачи. Привет, меня зовут Кристина. Это первая наша встреча. Надеюсь, она не будет последней. Я должна отмазать. Спасибо. Видишь, как она Кристина сказала? Здравствуйте, Кристина. С кем вы? Я с двумя близкими подругами, Кристинами, та же. Такое бывает? Потрясающе. Потрясающе. А вы не одного года? Ну, почти вот. А, ну какой-нибудь фильм вышел, наверное, в то время. Дети моды. И назвали «Чистим с героиней». Давайте на вас посмотрим. Кристина, 21 год. Администратор в торговом центре. Гордится тем, что накопила денег на автомобиль. Мечтает стать индивидуальным предпринимателем и прыгнуть с парашютом без инструктора. Предупреждает, что спит в носках и носит майки вместо юба. Прощала возлюбленному измены до тех пор, пока не попала в больницу с сердечным приступом. Надеется, что Александр залечит ее душевные раны. Мечтинушка, а уж простите, а можно встать, чтобы вас это в профиль вглянуть? Ну так, разверну. Спасибо, моя дорогая. А, не попку смотрят. Попку смотрят. Вам 21 год? Да. А я дала бы старше. Да. Ой, просить. Вырвалась. Что там произошло? Что вас, молодую девушку, заставляло бесконечно прощать измены? Расскажите эту историю. Я встречалась с мальчиком 6 лет. С 14 лет или с 13? Ну, с 15. То есть мы недавно расстались. А как узнали первый раз, что он вам не верен? Ну, мне сказали мои подруги. Просто они его увидели там, где не должен он был быть. Как-то ей повезло с подругами. Прямо они в нужное время, в нужном месте оказываются. Получилось так, что я дала ему свою машину. И, ну, в это время я была на работе. А мне позвонили, сказали, там, он на мойке с другой девушкой. Ну, на моей машине. А потом смс-ку он ошиблён. Да, смс-ку он тоже написал. Настюш, наша встреча в силе. И отправил её мне. После чего я ему сказала, признайся. Я тебя прощу, если ты признаешься, что это правда не мне. Потому что он начал выкручиваться, говорить это неправда. Скажите, а что вас держало рядом с ним? Если вы уже один раз его поймали, второй раз. Что за... Любовь. Мазохизм такой. Розовые очки на ней просто были. Какие розовые девочки? Человек вёл себя отвратительно по отношению к ним. Но она этого не видела, не понимала, никого не слышала. Как не видела? Я видела это. Я видела, но он умел очень красиво прости прощения, правда. Вы были от него в зависимости материальной? Нет, нет, совершенно нет. Вы москвичка? Да, он нет. Вот смотрите. А он кто оттуда? Он армянин. Опа. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй раз на тебя же граблю. Чем тебе это? Все-таки чем эта история закончилась? В один прекрасный момент мне стало плохо именно по состоянию здоровья. Меня забрали в больницу после чего... на три дня. И он ко мне ни разу не приехал. Написал мне смс-ку, что прости меня. Мне очень стыдно, что... Но я больных женщин не люблю. Мне не нравится запах больницы. Что, простите? Мне очень стыдно, я даже не знаю, как показаться тебе на глаза. Нет, стыдно, что я довёл тебя до больницы? Да, до больницы, и я не могу приехать, потому что, ну, во-первых, мне твоя мама не позволит. А он понимал, что вы по его вине в больнице оказались? Конечно, да. Я узнала, у меня был эмоциональный срыв, после чего... В 20 лет? Да. А у вас часто стресс-то не бывает? Нет. А то нам здоровое нужно. Нет, ну, я думаю, что вы стали стрессоустойчивой, да, после? Ну, я перестала просто кушать. Костичка, а вы пришли бороться вот за красавца-армянина? Дежавю. Дежавю, да. Но я... Наверное, не предполагала, что будет армянин. Ну, и Кирлур называется, да? Так обольстительно по бороде провёл. Роза грубо, конечно, сказала, что вы выглядите старше, чем 21 год. Ну, либо вы нас вводите в заблуждение, либо он действительно такой оставил отпечаток. Потому что если бы вы сказали, что вам 36, я бы сказала, да. Молодец, хорошо сохранилось. Да, он мне сделал правду очень больно. Очень больно. Это моя первая любовь. И очень печально, что так всё на самом деле закончилось. А сегодня вы уже на что будете в первую очередь смотреть, знакомиться с мужчиной? На серьёзность. Ну, как вы можете понять в первые 5 месяцев серьёзно ли он к вам относится? Тот был не серьёзный. Он был такой харизматичный, весельчак, такой душа компаний. Хорошо, а как вот теперь, допустим, давайте, вот сидит перед вами вот такой мужчина? Ну, во-первых, у него даже профессия говорит сама себе, что он такой прям серьёзный. Массажист. Массажист. Ну, хирург. Массажист он. Нет, хирург – это его образование. А профессия, то есть то, чем он деньги заработает, это массажист. Ну, мне всё равно кажется, мужчина должен работать. То есть вот в моих первых отношениях такого нет. Он не работал? Я работала, он нет. Он не работал. А на что он жил? На папины с мамой деньги. Значит, он катался на её машине, Лариса. То есть деньги есть у нас, да? А машина у нас как, кредит или как? Нет, так, я копила. Да. Администратор в торговом центре? Да. А у вас какое образование? Я пока ещё не получила образование, я учусь в финансовом университете. Налоговая инспектора. А вы готовы к замужеству посвятить себя, да, одному мужчине? Да, да, конечно, я так воспитана. А когда детей планируете? Сколько вам, кстати, учиться? Год осталось. Ну, я лет 25. Здесь рассчитываются невозможно. Если вы это требование какое-то... Ну, что мало ли, что мужчина может требовать. ...человека это очень, если важно. Кристина, вы что-то приготовили для Александра, я знаю. Покажите. Пойдём. Я хотела бы посмотреть, как ты выйдешь из ситуации, и заодно ты посмотришь, как бы я вышла из этой ситуации. Я тебе предлагаю вещи, которые мы тебе приготовили. Угу. Ты должен одеться из этих вещей. Как ты оденешься, это уже к тебе вопрос. Ну, это, я так понял, резинка на волосы. Да, это юбка. Это мы сразу отметаем. Футболка, кофта, перчатки, может, как обувь. Да, ну, они не налезли, к сожалению, на меня, но я выбираю сразу кофту абсолютно. Ты, я думаю, всё, возьми, а там ты выберешь, что тебе лучше. Нет, мне кажется, как-то это глупый сюрприз, по-моему, если честно. Да, ребята, это до первой полиции. А ты что на тебе? Выходить бы не выходили, но... Ну, на мне, вот, соответственно, я такой вот толстовка, да, вот. Он смешон. Ну, он хорошо ходил, выкрутился, я не знаю. Просто непонятно, зачем это вообще всё надо было. Как-то в спешке всё происходило, поэтому я даже... Музычку бы до Челентана, да, чтобы вы в этом нарядите чуть-чуть. Было бы круто. А импровизм такой, потому что все номерок, то пол нет. Может, напоёте полкуплетика вот в таком-то виде? Ну, классно, молодец, кстати, да? Нет, голос у меня хороший. Мне сфера очень не стыдно пойти, молодец. Только одежда. Всё испортило, конечно, одежду. А почему? И могла случиться любовь в клинике пограничных состояний. Клёво, клёво, ребята, зачёт. Проходите. Спасибо. Ой, мне так понравилось. Как, 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 так? Очень здорово поёт, но очень круто. Мне очень понравилось. Пока ваш друг переодевается, у вас какое-то впечатление сложилось о невесте? Ну, безусловно, сложилось впечатление. Девушка красивая, природа одарила её изгибами, которыми Александр так восхищается. Подходит, да? Ну, по изгибам, конечно. Он радился? Ты за ним будешь выходить? Я не знаю. Ну да, я, наверное, выйду. Если он за мной выйдет, я бы ишла за ним. Но мне кажется, девушка всё равно молодая. Мне кажется, ей ещё хочется погулять. Про эти мозговые, умственные извилины как-то, наверное, поговорить придётся с Александрой. Абсолютно, да. Мне, во-первых, кажется уже тот факт, что шесть лет была любовь, и за три месяца, мне кажется, такое не забывается. Чтобы приходить и быть открытым к новым отношениям. Это тот случай, когда, мне кажется, у бывшего мужчины есть ещё возможность вернуться, потому что это тот садомазохизм, который доставляет удовольствие. Ну нет, подожди, он бил меня много раз по одному месту. А что, у меня останется любовь, я что, больная? Как ни крути, если женщина это позволяет на протяжении долгого времени, наверное, это какое-то удовольствие ей доставляет. Нет, никакого удовольствия ей это не доставляло, поверьте мне. Просто она должна была получить свой опыт. А девочек совсем молоденьких, в определённого возраста, наличие мужчин рядом хоть какого-то, это уже повышает её статус в глазах подруг, например. Это просто очень важно. У меня есть парень, не важно, что вот он такой. Идиот и плохо себя ведёт по отношению ко мне. И очень многие терпят ради этого. Сравнивать не с чем было, это же первый. Ну и плюс всё-таки возраст, мне кажется. Александр, вы сказали, что вы любите поговорить, и для вас это важно в следующих отношениях. Как вам кажется, у вас с Кристиной, ну, хотя бы одна общая тема, какие-то общие интересы могут нарисоваться? Думаю, нет. А вот такой вот сюрприз, извините, для мужчины. Оригинальный сюрприз, да, но я не хочу лишний раз намекать на свой возраст, но мне кажется, может быть, он был бы более уместен, если бы я был помоложе. Роза, как тебе невеста? Ну, я только добавлю, она хочет родить ребёнка в 25, через 4 года, вам уж 40 будет. Ну, куда вообще? У него в 36 ещё ничего нету, и парень ещё в 36 лет ничего не дождётся. Он только чего-то хочет, хотя уже 5-й десяток скоро пойдёт. Знаете, когда приходят невесты, и они ещё и двух предложений-то не сказали, и выглядят в детской юбочке, с бантиком, но в глазах всё читается. И интеллект, и эрудиция, и любопытство к жизни, понимаешь, как бы ты ни был одет. Вот, мне бы хотелось просто Кристине сказать. «Москвичка, походи по выставкам, почитай, пообщайся, ну, не знаю, не только с двумя подружками Кристинками, но как-то займись собой в смысле не духовным, а душевным». Мы занимаемся, мы ходим по выставкам, мы читаем книги, мы ходим в бассейн, мы занимаемся фитнесом. Всё это у нас есть. Соглашусь с тем, что ты сказала, но тем не менее хорошая девчонка. Не всем быть семипядей во лбу, не всем получать 15 образований сразу, и учёной степени. Вот она такая, какая она есть, но правда, на парня попроще. И девочка нуждается в ровеснике явно, потому что в гороскопе есть показатели того, что знак весов у неё имеет отношение к личной жизни. Такие женщины должны искать себе ровню. Представляешь, какие у них дети родятся, и будут... Единственное из стихотворения, знаете, «Самолёт, самолёт, позови меня в полёт». А в полёте пусто, выросла капля. Лариса, а ты думаешь, таких мало? Ну, не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы один партнёр тянулся, до другого они деградировали. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандеву с нашим женихом. А пока реклама, оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас поздя Александр. Встречайте вторую невесту. Удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Меня зовут Натали. Я очень рада нашему знакомству. Очень приятно, займись. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Мне не нравишь её многого. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Натали или Наталья? Больше нравится Натали, когда ко мне обращаются. С кем вы? С подругой Еленой. Очень приятно. Давайте так посмотрим. Наталья. 26 лет. Помощник руководителя в компании по производству пластика. Гордится своей фигурой и родителями. Мечтает выучить английский язык и побывать в Лас-Вегасе. Признаётся, что не может отказать себе в сладком. Предупреждает, что её избранник должен обязательно посещать ночные клубы. Наталья попыталась простить мужу измену, но со временем поняла, что отношения обречены и подала на развод. Надеется, что Александр бережно относится к чувствам. А Наталья спрошу прощения, но тест надо пройти. Будьте любезны, встаньте, пожалуйста. В профиль. Ну опять же, если не этот жест, показать фигуру, как только она зашла. Вот честно, у меня было бы приятно, а не впечатление. Даже вот скромная, милая девушка приятно. А так мне это, если честно, всё впечатление испортило. Скажите, пожалуйста, а что значит попыталась спросить измену своему мужу? Это значит, что я пыталась сохранить семью, именно домашний очаг. А как вы знали, что он вам изменяет? Это случилось совершенно случайно. Он разговаривал по телефону в соседней комнате. Из телефона я поняла, что разговор не с парнем, окончание слов, что делала. И у меня закрались подозрения. Господи, ну мало ли с кем он говорил, с сестрой, со служивицей, я не знаю, с кем угодно. Ну, конечно, я могла подумать, что это просто знакомое. Он прятался, пытался скрыть вас? Да, конечно, это всё было. Что он навел на подозрение? Ну, кто это? Я, конечно, спросила. Мне сказали, это просто знакомое, на что я, мало говоря, не поверила. Не поверила, взяла распечатку. Благо телефон был записан на вас. Да, телефон был на меня оформлен. Я решила сделать распечатку, и всё выяснилось, что там очень много звонков. Позвонила? Это не просто знакомство. Конечно, был разговор. И что она вам сказала? Она сказала, что это просто мы общаемся, и ничего такого криминального в этом нет. А вы что? Она стала скрывать. Ну, я, конечно, не поверила этой сказке. И что дальше? Вот вы пришли к нему и сказали, вот распечатка, я всё знаю. Ну, дальше уже стоял вопрос о сохранении либо отношений, либо мы расстаёмся. Он прямо признался в том, что действительно имеет место быть? Не сразу, но признался. А как вы думаете, что к тому моменту в ваших отношениях было не так? Почему он вдруг позволил себе на стороне интрижку? Просто человек, видимо, к своим уже немаленькому возрасту не нагулялся. Сколько ему было лет? 27-26. Ну вот, а почему вы склонны думать, что это он не нагулялся? А почему? Может быть, у вас было что-то не так? Может быть, что-то недодали? Я не отношу к себе, это просто у человека появились друзья. А сколько вы жили с ним вместе? Такого плана? Полтора года. Ну, представьте, полтора года. Это, считай, медовый год у вас. И вдруг он... Человек не был готов к семейным отношениям решать их. Если бы он не был готов, он бы на вас еще не был, если бы он вам не сделал предложение. Вы были официально женаты? Да, были официально женаты. Молодец, что она подала на развод и не стала терпеть измены. Вы обожглись с неверным мужчиной. И одно из условий к следующему вашему, да, чтобы он непременно посещал клубы. Вам зачем? Это что, готово? Это называется чула против меда, да? Вот я не понимаю. Для меня это не критерий, чтобы человек посещал со мной. Просто если это случается, если какая-то вечеринка или событие, куда зовут, приглашают вместе, то чтобы человек не говорил, нет, ты туда не пойдешь. А вы любите, да, по клубам? Я не люблю, я просто, если это случается, там, может, раз в два месяца, чтобы это не было каким-то таким... Александр, а вы как к клубам ночным? Уже никак. Ну, конечно, ему 36 лет. Ему надо на диване полежать, газетку почитать. И чтобы ему хаш принесли на подносе, понимаешь? Массаж сделали, пяточек. Вот смотрите, вам 26 лет. Это уже такой возраст для женщины критичный. В нашей стране при экологии продуктов нужно спешить заводить детей. Вы готовы? Да, конечно. А вот у вас такой вот заворот. Вы сами откуда? Родом из Владивостока. А вы замуж за москвича вышли? Нет, с Владивостока. А то есть вы сюда просто приехали, да? А давно? Нет, недавно. Сколько? С осени того года. И уже здесь все хорошо? Вы работаете секретаршей? Нет, не секретарь, это помощник-руководитель, это другое. Ну, секретарь? Нет, это немного другое. А что же вы такого другого делаете? Секретарь – это чай, кофе, бумаги. А там я занимаюсь именно организаторскими какими-то вопросами. Нравится работа? Вполне. Надолго хотите задержаться или есть какие-то другие мечты? Кто по образованию? Искусствовед. А не хотите по профессии? Я не вижу себя в этой области. А помощник-руководитель в фирме, занимающийся пластмассой, она себя видит. Ну, можете и так платить, что почему бы и нет. Вот вы говорите, что вы гордитесь тем, что вы переехали из Владивостока в Москву. Это чем? Что вы билет купили из Владивостока? Нет. Или тут квартиру сняли? А что за гордость? Сделала такой шаг. Смогла изменить свою жизнь и перебороть какие-то вещи, там, страхи, может быть. А зачем вот оттуда сюда? Потому что там не хотелось сталкиваться со своим бывшим мужем. Все-таки город небольшой. Подожди, в 26 лет, мне кажется, она вообще не хочет не то, что замуж, даже какие-то серьезные отношения построить. Хотя в 26 уже должны задуматься о детях. Кажется, сюрприз. Я видела тебя в предыдущей передаче, и ты создаешь впечатление сильного мужчины. Я бы хотела в этом убедиться сама лично. Я хочу, чтобы ты поднял меня на этой гантели. Поднимайте меня на руки сразу, чуть ли не стыд. Да. Понимаешь? Прекрасный оригинальный сюрприз. Проходите к нам, Александр, а вы, девочки, в свою комнату. Ну, все хорошо прошло, да? Александр и Алексей? Ну, вот в вопросе верности она мне вызывает доверие. Это единственное, что мне кажется, верной быть для женщин – это норма. И те редкие случаи – это скорее исключение, когда женщины погуливают. Просто я учитываю опыт прошлых лет с Сашей, знаю, насколько для него это важно. И первостепенно именно, чтобы женщина была верной. А есть единственное достоинство, которое она будет обладать – это верность. Разве Александр устроит? Нет, наверное. А что вы увидели? Я боюсь, девушку могут испортить вот клубы, которые она сейчас хочет почувствовать в московскую ночную жизнь. И боюсь, что это может ее испортить. Ей все же нужен уже мужчина. Он тебя поразил? Да, он меня прямо очаровал. Для Натальи мне уже хочется сказать, знаете, в 26 лет вы должны были уже определиться давным-давно. Что толкает взрослую женщину, имея родственников, друзей, профессию, свой дом, вдруг взять и уехать в другой город? Ради чего? Чтобы что? Чтобы не видеть бывшего. Чтобы не видеть бывшего? Но меня это не убедило. Изменить свою жизнь, встретить свою любовь. Может быть, еще и по... Имея профессию, прекрасный искусствовед работает. Да, вот это насторожило, на самом деле, искусствовед. Каким-то помощником, какого-то руководителя. Я по поводу профессии искусствовед, вы уж меня простите, пожалуйста, не настолько грамотно поставленная речь. Человек не производит впечатление начитанного, скажем, очень искушенного. Да, конечно, я отличаюсь, я не москвичка, но это не какое-то клеймо. Я постоянно говорю о том, девочки, все как в бизнесе, у вас не будет второго шанса произвести первое хорошее впечатление. С чего это вы вдруг решили, если вам 21 или 26, что вы придете, сядете на это место, и этого достаточно? Что это за ерунда такая? Подними меня на руках. Здрасте, приехали. Это ты, может быть, чуть ли не его на руках должна носить. Не произвела впечатление. Какая-то инфантильная вообще. Злая прямо. Ну, мне хочется теперь ее защитить. Все останки забросали письмами. Понимаешь? Должны же понимать, от степени ответственности, что им выпало прямо козырно. Какая честь. У нас Милан, у нас Нью-Йорк был на связи. А мы вон девчонкам дали. Наталья, как человек, у которого самое сильное в гороскопе соединение Венеры с Плутоном, жаждет, чтобы любовь перетряхнула ее жизнь полностью. Поэтому, конечно, она в Москву поехала за любовью. Но, к сожалению, она пока не вырвалась из этой провинциальности, в которой пребывает. И очень важно для женщин, у которых Плутон властвует в личной жизни, давать себе честный ответ о том, что они из себя представляют, на что они могут рассчитывать, на какую категорию мужчин. И прекратить искать просто любви, а искать целенаправленно, какой-то любви. Вот ей нужно для себя определить этот формат. Совсем скоро же еще предстает третье свидание. После рекламы смотрим и продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Александру встретиться с третьей невестой. Привет. Меня зовут Аня. Рада познакомиться с тобой в такой интересной обстановке. Взаимно. Спасибо. А Бобка имеет свой свой меняться. Да. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Кем вы? Я пришла со своей сестрой. Ее зовут Стелла. И с подругой Леной. Очень приятно. Давайте вас посмотрим. Анна, 24 года. Менеджер отдела продаж в гостинице. Гордится своим воспитанием. Мечтает сделать татуировку. Признается, что не любит готовить. Предупреждает, что выйдет замуж только за армянина. Возлюбленный Анны был очень галантен во время ухаживания, а когда добился ее расположения, резко превратился в тирана. Надеется, что Александру не свойственно двулечие. Анна, вы же простите, но все невесты тест проходили. Будьте любезны. Нет, я вас очень прошу меня простить, но можно я не буду демонстрировать свои части тела. Я считаю, что у меня есть другие достатки и достоинства. Ладно? Никто не обидится. Понимаете? Порадовали. Хорошее начало. Для вас так принципиально выйти замуж за армянина? Это ваша воля или воля ваших родителей? Нет, вы знаете, родители тут ни при чем. Это скорее моя воля. Просто я понимаю, что если человек своей же национальности, это гораздо проще. Это свой менталитет, свои обычаи. Нет, если она вся такая правильная, почему она не закрыла декольте свои? У вас был молодой человек, да? Да, первые отношения мои были, когда я поступила в институт на первый курс. Он был на три года старше меня. Армянин? Да, тоже был армянин. Поначалу все было хорошо. Я думала, что это идеальные отношения. Мы понимали друг друга. Но потом, спустя какое-то время, он начал меня дико ревновать. К друзьям, одногруппникам. Я считаю, что это было абсолютно беспочвенно. И вместо того, чтобы больше уделять внимание мне, это были постоянные сцены ревности. И поэтому... Ну, взял бы и женился, и перестал бы ревновать. Сделал предложение? Нет, не делал. И потом, когда мне тоже, если честно, все поднадоело... Поднадоело ждать предложения руки и сердца? Нет, именно вот эти ссоры. Она такая спокойная, мне кажется, она будет принимать. Еще изменять она, мне кажется, точно не будет ему. Вот смотрите, у вас с Александром разница в 12 лет. Вы дитя детем еще, абсолютно неискушенные в этих любовных делах. Не пугает вас такой опытный мужчина? Ну, если честно, я тоже понимаю, что разница существенная. Но если судьба такой шанс подбросила, я думаю, почему бы не попробовать? Стелла, а у меня вопрос к вам, как к сестре. Для армянской девочки не любить готовить, что это такое? Это значит, у нас Александр будет все время голодный? Дело не то, что не любить готовить, а мы с ней росли в таких тепличных условиях. Нам очень повезло с мамой, и нам просто даже на практике с этим... Это что, у нас теща, что ли, будет на кухне? Нет, я думаю, когда ситуация прикрет, научится. Ну, я так полагаю, что со временем все равно придется самой готовить, это естественно. Тем более, имея, в общем-то, желание выйти замуж за армянина, безусловно, необходимо будет готовить. А для вас это важно, конкретно для вас? Для меня важно. Ну да, да, он же жениться пришел, правильно? Да, а не по клубам ходить. Вам нужно подготовиться к сюрпризам? Нет, я готова. Можно пригласить тебя на сцену? Ты мне очень сильно напоминаешь одного из моих любимых актеров, и только мне кажется, тебе не хватает несколько атрибутов. Позволь мне их на тебя надеть, если ты не против, конечно. Да, конечно. Ну, или помоги мне. Интересно, какого? Адриана Челентано. Подвязался. Я всю жизнь мечтала станцевать с Челентано, разрешу пригласить ее на танец. Она умеет танцевать, мне просто интересно. Адриана Челентано. Он так к тебе приблизился, понимаешь? Меня смущает, как и во всех предыдущих пресендентках, разница в возрасте. Как вы правильно отметили, совсем дитя, совсем юная. И, наверное, она сейчас еще находится в той стадии, когда очень большую роль и очень большое значение имеет то, что скажут родители. А вы что скажете? Девушка явно очень приятная. Я думаю, у нее большая душа, вот. Но все же надо уметь готовить, потому что Александр спортсмен. И после тренировки мужчина, конечно, много ест и любит вкусно покушать. Я прав, Саша? Да, безусловно. Это приобретется. Александр, как вам, Анна? Ну, вы знаете, вот, наверное, скажу так, что все хорошо. Ну, я повторюсь, то, что сказала Александра, возраст. Ну, мне кажется, это не так важно, прям, можно попробовать, я считаю. Она единственное сюрприз приготовила для вас адресный, вам было приятно. Да, согласен. Она всегда будет думать о вас. Она будет делать так, как хорошо ее мужчине. А готовить она научится и будет. Она ваша, это же очевидно. Ой, да прицепились, научимся мы готовить. Что там есть-то? Я тут только за. А чего ты? Фемейные, ты жизни. Ну, что, штору, что ли, брать? Ровесницу. Нет, 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 что вы. Своя, вот, согласна. Родители против не будут, а все остальное научим. Ничего такого, я подключусь, в конце концов. Многие женщины-рыбы в первую половину жизни, лет до сорока, не знают, куда плывут, не знают себе цены, не понимают, какое сокровище они из себя представляют. И открывают это в себе только уже с определенным возрастом. Когда поздно везде, да? Когда поздно везде, к сожалению, да. Поэтому, наверное, хорошо было бы, чтобы она еще до этого рубежа попала в хорошие мужские руки. Я соглашусь с Ларисой, мне кажется, что это та женщина, на которую вам стоит обратить внимание. И, может быть, вы с этой разницей в возрасте поможете ей проснуться на себя по-другому чуточку посмотреть. Не плыть не туда, не мечтать в никуда, не фантазировать, а зажить реальной жизнью. Мне она понравилась. Может быть, он так полюбит, что он забудет о любви к себе, об эгоизме каком-то. У меня это чувствуется на самом деле. Александра и Алексей, вы должны дать совет своему другу. Как вам кажется, с кем он будет счастлив из трех девушек? Ну, определенно, третья героиня Анна. По одной простой причине, что я почувствовала заинтересованность со стороны Саши в ней. А что вы скажете? Тоже. Третья девушка. Александр сразу улыбался. Что-то такое промелькнуло, мне кажется. Если он зайдет сюда, ты выйдешь за ним? Я думаю, что да. Я вот так за вами наблюдаю уже второй раз. Вы не просто так не женитесь в свои 36 лет. Вы не женитесь, потому что не видите рядом с собой достойный. Вам нужна птица высочайшего полета. Вам нужна звезда. Конечно. А что он звезде даст? Вам хочется чего-то особенного, потому что вы себя ощущаете в этой жизни особенным. И поэтому этот имидж Челентанова, себя с ним как-то ассоциируетесь. Вот вы такой, вы врослись. Это не плохо, не хорошо. Это вот так. Поэтому, я думаю, ни одна из этих девушек, и не потому что они слишком молодые. Думаю, да. Арнелла Мути даже в том сегодняшнем возрасте, она бы могла больше заинтересовать Александра, чем молодые девчонки. Роза? Я за Анну, конечно. Ничего. Работает принцип. Мы любим то, над чем трудимся. Трудимся над тем, что любим. Вот и вы потрудитесь. Сделайте из Аннушки Арнелла Мути. Она, я думаю, против не будет. Анна? Конечно, сегодня, среди всех девушек, вас могла хоть как-то зацепить Анна. Но гороскопически, я понимаю, несмотря на то, что национальность есть, связывающая традиции, эти две рыбы в одном аквариуме не уживутся. Поэтому я тоже не могу посоветовать никого. Слушайте свое сердце. Оно вас точно не обманет. А мы что? Мы вас в любом случае поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4 четверки. Даниэла, 39 лет, номер 2680. Гример. Любит наблюдать за людьми и обожает ретро-дискотеки. Гордится тем, что спасла жизнь лошади. Познакомится с широкоплечим, длинноволосым красавцем творческой профессией. Константин, 26 лет, номер 2682. Днем работает бренд-менеджером, ночью клубным МС. Профессионально занимается американским футболом и любит автоспорт. Познакомиться с сексуальной девушкой, которая умеет носить кеды и кепки. И при этом оставаться женственной. Мы не знаем, выйдет Александр один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и его поддержать. Анечка, очень важно мнение твоих родителей. И я надеюсь, что я им понравлюсь. И с тобой, мне кажется, я буду счастлив. У нас есть пара Александра и Анна. Для вас музыкальный подарок от группы «Дискотека Авария». Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра перескачат. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифиттере. Неправильные уравнения, глаголы. Все неправильно, неправильные письма ему отправила. Зачем так не кстати о себе напомнила? Все неправильно, все не вовремя. На-на-на-на-на-э. На-на-на-на-на-на-э. Кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра в горе или война? Почему же стало тяжело дышать? Почему так спрёта твоя душа? Словно стрелы, отравленные мысли, Свои неотравленные письма. Проспект Безумак Дональдс, до него реальная невесомость. Секунды три, и ты уже внутри. Что ещё автобус стоишь? Давить на совесть, давить на жалость. Что осталось? Всё смешалось. Сперва сложилось, потом сломалось. Такая малость, с ним встретить старость. Это ночной полёт, это прекрасный вид. Может быть заслужит его реприт. Перейдись утропилота в ручной режим. Вот если прилетел, вы на помощи. Пальцы складывают буквы. Ты просто кумфа, ты только кумфа. Поместность этим утром самой первой, Самой ранней и своих желаний. Мой любовь эту выдумал. Ты не знаешь, на ней пока ты умал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра будешь опять одна. Почему же так тяжело дышать? Почему так спрёта твоя душа? Словно стрелы, отравленные мысли, Свои неотравленные письма. Но потом он, наверное, отрепетировал перед ротой солдат. И всё-таки сказал мне. Я хотел бы поднять стакан за тебя, Жень, За твои красивые глубокие глаза. Эти мужчины нуждаются в семье, И искать для такого человека жену, Это всё равно, что искать маму для мамонтёнка. Подумайся. У нас же так всё хорошо, мы же любим друг друга. И вы поняли, что это такая азербайджанская народная песня, да? Да, называется «Я на тебе никогда не женюсь». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова